Чтобы сдержать стремительное распространение коронавируса, следующая неделя по всей стране объявлена нерабочей. Какие карантинные меры принимают в Чувашии? Подробности в репортаже Дмитрия Ковалева. Пятница во дворце бракосочетаний Чебоксар непривычно тихо. Заявления от молодоженов в эти дни по распоряжению правительства принимают на портале Госуслуг. Торжественные регистрации было решено не отменять. Из-за угрозы заражения коронавирусом в зал пропустят только 10 человек, включая жениха и невесту. Всем остальным гостям новоиспеченную семью придется дожидаться на улице. До 10 человек вместе с фотографом, оператором. Каждый переживает эту ситуацию, но все относятся с пониманием. Выдача повторных документов будет производиться через многофункциональные центры города. Молодоженам предлагали перенести дату регистрации брака на более спокойное время. Но даже в условиях карантинных мер никто не согласился. Только на следующей неделе узаконить свои отношения планируют свыше 20 пар. Просили много людей не звать. Сколько просили звать? Не больше шести. На неделе объявленной нерабочей советуют закрыться кафе, ресторанам, торговым центрам. К местам с массовым пребыванием людей можно отнести и церкви. Богослужение не отменили, но прихожан с симптомами ОРВИ призвали воздержаться от посещения храмов. Чувашская митрополия ужесточила санитарные правила. Иконы обрабатывают специальными растворами. Рекомендуется не целовать кресты руки. Пить святую воду только из одноразовых стаканов. В храме успения Божьей Матери настоятельно прозорлили. Отец Петр предупредил, что их предупредили на руку, когда они дают благословение, средства применять и пшикать, чтобы была дезинфекция. Структуры жизнеобеспечения, а также больницы, продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт свою работу продолжат. Всем остальным советуют соблюдать дисциплину и побыть дома. К режиму самоизоляции горожане готовятся. Мы игры придумываем, распределяемся и так далее. Но я думаю, что дома сидеть долго, наверное, тоже не получится. Выходить куда-нибудь в парке, где никого нет, хотя и парки закрывают. Дошкалята уходят на каникулы. Но если это будет необходимо, в детских садах готовы создать дежурные группы. Муниципальным органам управления образования рекомендовали провести опросы родителей. Будут организованы все условия для того, чтобы дети, не испытывая каких-либо трудностей, в этот указанный период с 30 марта по 3 апреля посещали свои детские сады. Сами как считаете, ребенок в эти дни должен ходить в детский сад или все-таки желательно дома ему остаться? Мое мнение, как родители, я считаю, что все-таки, конечно, лучше все включить возможности для того, чтобы ребенок остался в домашних условиях. Мой сын, которому скоро будет 6 лет, уже с сегодняшнего дня мы остались дома с бабушкой. Длинные выходные, которые продлятся с 28 марта по 5 апреля, необходимы для того, чтобы снизить угрозу быстрого распространения болезни. И здесь, как отметил президент, лучше не полагаться на русское авось. Ну и, конечно же, в такие дни важно не забывать о личной гигиене. К примеру, теперь для нашей семьи за правило пользоваться не только мылом, но и обрабатывать руки антисептиком. И антисептиком же после каждой прогулки мы обрабатываем руль и сиденье детского велосипеда. Одно из недавних главных правил нашей семьи – гулять только неподалеку от дома, пореже ходить в общественные места. И вот наше любимое занятие – чтение книг. Ну а чтобы укрепить иммунитет, медики советуют давать детям и поливитамины. В дни, когда вся страна борется с коронавирусом, не до зрелищ. Артисты переносят концерты, библиотеки, музеи, театры. Начинают работать дистанционно. Двери для зрителей закрыли учреждения культуры, но, к примеру, в русском драматическом театре полностью работу решили не приостанавливать. В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции спектакли транслируют в интернете при пустых залах. В закрытом сегодняшнего дня парке Николаева работать онлайн начинает и зооуголок Ковчег. В социальных сетях будут публиковать видеорепортажи о животных, которые полюбились горожанам. Мы начинаем серию познавательных виртуальных экскурсий по зооуголок Ковчег. Мы все знаем, что сейчас мы закрыты для посещения. И вот наша первая на сегодня у нас подруга, это корову Зебу, это Люба. Она приехала у нас из Нижнего Новгорода. Вот такая она у нас выросла, уже большая. Меры, принятые властями для защиты населения от заражения респираторными заболеваниями, в Рио главы региона обсудил с заместителем министра здравоохранения страны. В республике действует режим повышенной готовности. За развитием ситуации Олег Николаев сегодня следит из Москвы по видеосвязи. Это прежде всего через оперативные доклады республиканских ведомств, которые заняты деятельностью по реализации мер по недопущению распространения эпидемии. И наша самая главная задача, если кто-то вдруг заболел, своевременно изолировать этого человека. Сегодня Олег Николаев принял участие во флешмобе «Спасибо врачам», которые заступили на передовую в борьбе с эпидемиями. Под медицинским наблюдением в республике находится более 500 человек. Первый зараженный коронавирусом житель Чувашия лечится в инфекционном отделении БСМП. И уже на следующей неделе его могут выписать из больницы. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Республика.